Зигмундс Скуинш. Кайлумс. Нагота. Авторизованный перевод с латышского Сергея Цыпаковского. Читает Евгений Бразуль-Пружковский. Глава четырнадцатая. Итак, он опять бездомный. Но это сейчас его мало тревожило. К чему ломать голову над такими пустяками? Не затем он сюда приехал, чтобы прохлаждаться в апартаментах гостиницы. Наивный дяденька профессор. Как ни странно, настроение было отличное. Легкая усталость, зато дух бодрый и мир представлялся в розовых красках. Мысли снова возвращались к комете, к событиям прошлой ночи. Теперь его память, как бы вооружившись увеличительным стеклом, скользила над знакомым рисунком из общего целого, выхватывая отдельные детали. И в каждом штрихе, в каждой линии открывались новые неожиданные достоинства. Теперь уж он мог считать себя настоящим мужчиной. Тут никаких сомнений. Свита и все это так, глупости. И сравнивать нельзя. Потом она исчезла, будто ее и не было. А комита здесь. В два часа с ней свидание. И теперь он знал, что такое женщина. У него на этот счет было смутное представление, порождавшее лишь чувство неполноценности, сомнения в самом себе. Еще с тех пор, когда он со всем мальчишкой воспылал неожиданно страстью к учительнице пения, зуммер. И она стала сниться ему по ночам, а в школе он не смел поднять на нее глаз. Он даже помнил, с чего это началось. Они всем классом были на экскурсии в этнографическом музее, сидели на траве, ели бутерброды. Учительница, скинув туфли, вытянула ноги в прозрачных чулках. Юбка у нее слегка задралась, приоткрыв резинку с застежкой. Он знал смотреть неприлично, но продолжал поглядывать, обмирая от страха, что его уличат. Долгие годы в нем уживались разноречивые чувства. Жгучий интерес и стыд, соблазн и страх. В своем воображении он обычно перевоплощался в героев книг и кинофильмов, и там был смелым и ловким, волевым, настойчивым. Но в жизни все получалось иначе. Где нужно было действовать, он колебался. Когда требовалась выдержка, у него опускались руки. Смелость расхолаживалась трусостью, отзывчивость растерянностью, возвышенность души мелочностью. Прекрасные планы со временем превращались в мучительное унижение, потому что он знал наперед, как мало общего у них с действительностью. Но теперь у него есть Камита, своя девушка. И какая? Оказывается, он плохо себя знал, недооценивал. Но теперь-то все в порядке, нечего прибедняться и сетовать на свои способности. — Ты в самом деле не знал, что это я? — спросила Камита. Воображаемый образ, писавший ему письма, наконец обрел плоть и кровь. И, конечно, это было чудом, к которому не так просто привыкнуть. Ка-ми-та. Итак, Камита. И вдруг какая-то записка. Жалкий клочок бумаги пытается все расстроить, свести на нет, перечеркнуть. Несусветная глупость, смешно даже подумать. Но почему тогда письма написаны почерком, который навряд ли принадлежит Камите? Почему она подписывалась именем Марики? Почему присылала чужую фотографию? Какой идиотизм. Ломать себе голову из-за какой-то фотографии, когда у него сама Камита. Чушь. И черт с ними, со всеми почерками. Кто бы ни писал эти письма, сейчас ровным счетом ничего не значит. Часы показывали без двадцати минут час. У почты старушка продавала фиалки. Он купил букетик и сумму в нагрудный карман. Полтора часа слоняться по городу казалось бессмысленным. Он сам себя обкрадывал. Целых полтора часа с ума можно сойти. А почему бы не пойти прямо сейчас? Не туда, где условились встретиться, а в общежитии. Надо думать Камита, как и он считал оставшиеся минуты. Уж раз она не побоялась привести его среди ночи, неудобно перед девочками, ерунда, что-то не похоже, чтобы у Камиты от подруг были секреты. Он еще раздумывал, взвешивал, а ноги сами несли его к общежитию. Немного поспорив с самим собой, он решил рискнуть, окрыленный новым чувством самонадеянности. В парадном, как обычно, было пусто. И сразу оборвалось дыхание, будто он очутился в безвоздушном пространстве. Он ринулся вверх, правой рукой перехватывая перила. Одна площадка. Вторая. Третья. Сколько их этих площадок? Четвертая. Пятая. Фу ты, последняя. Знакомая дверь с рассохшейся притолокой. Он остановился, пригладил волосы, облезал пересохшие губы. Черт знает что. Сейчас он волновался сильнее, чем тогда, когда впервые стоял перед этой дверью. Негромкий стук согнутого пальца в ушах отозывался на батон. Камита успела одеться, накраситься и показалась чужой и неприступной. Такой замысловатой прически он еще никогда не видал. Подведенные глаза смотрели с искрометным блеском, но как-то отстраненно, ничего не помня, ничего не понимая. Неужели это та самая комета, которая недавно его проводила у этой же двери? Ощущение близости исчезло. Нужно было все начинать сначала. Он точно прирос к порогу, стоял, не шелохнувшись, не зная, как быть. Ты что-нибудь забыл? Досады в ее голосе он не расслышал. Да, забыл. Кольцо с бриллиантом и кое-какие секретные бумаги. Она усмехнулась, взяла его за лацканой. Он избегал ее взгляда. Тогда не здесь. Проходи. Не помешал? Какая учтивость. Я имел в виду им. Еще никто не появлялся. На лестнице никого не встретил. На лестнице? А кого бы, например? Например, Беруту. Пока сидела в ванне, кто-то стучал. Я на цепочку не закладывала, но Берута вечно теряет ключи. Пропустив его в прихожую, комета выглянула на площадку и с шумом захлопнула дверь. Пахнула знакомым цветочным запахом. Могу сообщить интересную новость. Меня выставили из гостиницы. В торопях он не придумал ничего более путного, и в этом совершенно излишнем его объяснении прозвучали нотки оправдания. Глаза Камита сузились. Ты хочешь сказать, что уезжаешь? Не знаю. Надо подумать. Снять комнату в Рандове, конечно, нелегко, но у меня есть кое-какие адреса. Впрочем, путь тебе добрый. Может, так оно и лучше? Ты хочешь, чтобы я уехал? Силком никого не удержишь. А если останусь? Камита метнула на него иронический взгляд и хмыкнула. Тогда подумай, что делать дальше. Надумаешь, скажешь. А что бы ты хотела, чтобы я надумал? То, что уже надумал. Все не так просто. Очень даже просто. Поступай, как подсказывает сердце. Разве ты спрашивал у кого-то совета, когда ехал сюда? Я не спрашиваю тебя совета. Я просто хочу знать. Знать что? Твое мнение. О чем? Она опять хмыкнула, изобразив на лице недоумение. О многом. Он вытащил из кармана записку. Например, об этом. Камита небрежно пробежала глазами немногие строчки и, скомка в бумажку, сунула обратно ему в карман. И что же тебе тут непонятно? Черным по белому сказано. Камита, мерзавка, немедленно уезжай. Милый Сандр. Ты тоже так думаешь? То, что думаю я, в данном случае не имеет значения. А что же имеет значения? Веришь ты этой записке или не веришь? Написать можно что угодно. Предположим, здесь было бы написано другое. Камита небесное создание. Останься. Тебя бы это устроило? У него отлегло от сердца. Ей хотелось, чтобы он остался. Это ясно. То, о чем они сейчас говорили, не имело никакого значения. Слова текли, теснились, наседали друг на друга, точно льдины в половодье. Однако направление потока было очевидно. Меня одно интересует. Кто написал записку? Кто? Камита посмотрела на него в упор. А что, если я? Ты? Чтобы тебя ошарашить? Шутка дурацкая. Что ей говорить? Он так и не понял смысла этой шутки, а Камита разъяснять не стала. Ему не хотелось уезжать. Ему хотелось остаться с Камитой. И к чему столько разговоров об отъезде? Тоже мне полез с упреками, с дознанием. Сказать бы, что останется и точка. Час назад это было бы проще простого, а теперь что-то удерживало. И Камиту будто подменили. Что это? Стыд? Робость? Страх? Сомнение? Как плохо они все-таки знают друг друга. Совсем не знают. Ладно, оставим это. В конце концов до вечера далеко. Ты хоть позавтракал? А то я что-нибудь разогрею. Спасибо, я поел. Вот, если бы у тебя нашлась бритва. У меня есть ножницы. А Марико знала, что ты со мной переписываешься? Марико? Скорее всего. Почему бы ей не знать? Жить в одной комнате и... Камита как бы невзначай сняла с его ворота пушинку. А Берута знала? Думаю, да. Почему ты мне прислала фотографию Марики? Камита преспокойно продолжала обирать пылинки с его костюма. Потом пригладила плечо и поправила галстук. Если для тебя все это так важно, знай. Первое письмо мы написали вместе. Просто так. Для забавы. Понятно. Будут еще вопросы? Между прочим, последний поезд в Ригу отходит в 22 с минутой. Ты торопишься? Нет. Я думаю, ты. А по-моему, ты. Нет. Ты. Он поднял руку. Камита шлепнула по ней ладонью. Он поймал ее пальцы. Она вырвала, опять ударила. Ты. Нет, ты. Слова потеряли смысл. Зато стена отчуждения, выросшая между ними стена, сквозь которую они увидели друг друга в искаженном виде, исчезла. Точно ее ветром сдуло. Они опять были вместе, и ничто их не разделяло. Руки сплетались все крепче. Они искали затерянные трубки и находили их. Глаза, осмелев, уже не отпугивали, а манили. Они стояли, обнявшись, позабыв обо всем на свете. Сандр, послушай, у нас же нет времени. Нет, есть. Нет, в два часа у нас с тобой свидание. А сейчас сколько? Не знаю, часы остановились. В дверь постучали. А вот и берут. Пускай постучит, надоест, уйдет. С нашей стороны это свинство. Целые сутки держат человека за дверью. Подожди, пойду посмотрю. В дверь колотели громко и настойчиво. Уж теперь ты, Камитов, пустишь меня. Не прикидывайся, знаю ты дома. Боишься мне на глаза показаться? Забилось в угол. Дрожишь? А ну открывай! Этот резкий, схрипотцой голос трудно было бы спутать с другим. Принадлежал он Либе. Камита вздрогнула и застыла. Либа продолжала дергать дверь. Мерзавка! Трусиха! Слышишь, открой! Вот у меня письма, можешь посмотреть. Это он мне писал. Ничего у тебя на этот раз не выгорит. Он тоже сделал шаг другой к прихожей. Камита, окинув его холодным взглядом, знаком велела вернуться. Но он остался на месте. Под ногой скрипнула половица. Должно быть, либо за дверью расслышала скрип, ручка задергалась сильнее. Камита, не притворяйся. Я вижу, ты стоишь у порога. У тебя что, душа в пятки ушла? Боишься открыть? Ты же знала, не к тебе он приехал. Камита во второй раз окинула его пытливым взглядом, словно для того, чтобы удостовериться, все ли он слышит. В широко раскрытых глазах ее были страх и вопрос, растерянность и упрямство. Дверь дергалась, как крышка, захлопнувшаяся за подни. Молчать не имела смысла. Наконец, решившись, Камита презрительно рассмеялась. В полумраке прихожей блеснули ее белые зубы. Спокойно, даже чересчур спокойно, она поглядела себе, севшая на стене зеркало. Камита осторожно поправила прическу. Уходи, не валяй дурака. Я впустила тебя, но Сандр еще не оделся. Врешь ты, я видела, он ушел. Никогда, слышишь, никогда он больше к тебе не придет. Дверь все еще дергалась, но не так сильно. Либо говорила, всхлипывая, торопясь сквозь слезы. Интересно, это почему же? А потому что ты обманщица. Потому что я его тебе не отдам. Ты знать не знала ничего о Сандре. Ночь переспать еще ничего не значит. Когда Эггил в армию ушел, не прошло недели, ты его на Женьку сменила, а после Женьку на Виктора. Послушай, мне надоело. Ты бы прекратила свои выступления. Для своей же пользы. Или я расскажу сейчас Сандру. Что? Что ты ему расскажешь? Он меня знает в тысячу раз лучше, чем ты. Вот смотри, вот его письма. Он ехал ко мне. Ехал к тебе, да пришел ко мне. В жизни бы этого не сделал, знаю он правду. Какую правду? То, что ты в тюрьме сидела? Или то, что у тебя ребенок? Оставаться и дальше в стороне он не мог. Жутко было вот так стоять и слушать. Он подошел к двери, повернул ключ. Камита пыталась было преградить ему дорогу, но это только увеличило его решимость. Дверь распахнулась настиж. Либо, побелев как полотно, попятилась от двери. В левой круге она сжимала пачку писем. Желтые знакомые конверты. Правую руку вскинула перед собой, будто защищаясь, и все продолжала отступать. Нет. Нет. Иди к Камите. Иди. Ты слышал, как она про меня? Да, слышал. Ну вот и хорошо. Теперь все ясно. Я тоже так думаю. Красивое лицо Камиты скривилось в презрительной гримасе. В нем промелькнуло что-то такое, чего раньше он не замечал, и что видеть было неприятно, даже омерзительно. Будто от этого лица что-то отвалилось, приоткрыв зиявший провал зарядом ослепительно белых зубов. Да кто этого не знает? Может, позовем свидетелей? Что ж, за ними дело не станет. Либа смотрела на него остановившимся взглядом. Он пронизывал этот взгляд, и не было сил его выдержать. Ему показалось, что Либа на силу сдержалась, чтобы не ринуться к нему. Как же, как же. Не верь ей, Сандр, не верь. Смеялась Камита. У Либа опустились руки. Желтые конверты рассыпались по ступеням. Ну хорошо. Теперь все ясно. Она метнулась вниз по лестнице. Конверты под ногами прошуршали опавшей листвой. Он остолбенел, ничего не мог понять. Почему убежала Либа? Почему он не бросился следом за ней? Либа подскочила к своей двери. Дверь была заперта. Либа распахнула окно на лестничной клетке. Прыгнула на подоконник. Ну да, она и раньше проделывала такие номера. Все это было уже видано. Одно непонятно зачем, почему. И потом вдруг Либы не стало на подоконнике. И Камита отрывисто вскрикнув подбежала к окну. Он тоже выглянул на улицу. На балконе у Либы ветер колыхал выстиранную белую рубашку. А сама Либа лежала посреди цветочной клумбы, обложенной побеленными кирпичами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...